Здравствуйте! В эфире обзор новостей спорта. Вошел в число лучших на планете. Прикамский спортсмен Олег Морозов хорошо выступил на первенстве мира по зимнему триатлону. Эти соревнования прошли в Италии. Участники бежали 4 километра, ехали на велосипеде 7 километров, также была лыжная гонка на дистанции 7 километров. Наш триатлонист стал третьим. Его время 56 минут и 7 секунд. А победил еще один россиянин Владислав Семенов, он оказался быстрее на три минуты. Тренируется Олег Морозов в Аханске у Сергея и Василины Плешковых. Молот Прикаме завершает выступление в чемпионате ВХЛ. В эти дни команда проводит заключительную серию домашних матчей. В гостях у Пермяков побывал клуб из Нижегородской области Саров. Первые минуты он провел очень активно. В воротах Молота побывали две шайбы. Нашим хоккеистам пришлось приложить немало усилий, чтобы исправить положение. Во втором периоде удалось сначала ликвидировать отставание, а затем и выйти вперед 3-2. Потом в третьей 20-минутке пермяки повели 4-2, но позволили сопернику вернуть интригу, пропустив на 57-й минуте. Саров в концовке снял вратаря, но большего добиться не смог. Победа Молота 4-3. В третьем периоде в Родину пошли спасать, но олени пятиминутные потом, правда, выровнялась. В третий период более-менее тоже нормально сыграли, но, к сожалению, уже поезд ушел. Всех болельщиков с победой, ну и ребятам спасибо, хочу сказать, что довели матч до победы. Нам эта победа очень нужна была после серии поражений долгих. В четверг, 14 февраля, Молот проведет последний домашний матч в текущем чемпионате. Соперником будет хоккейный клуб Тамбов. Начало игры в 19.00. Футболисты «Звезды» продолжают готовиться к возобновлению сезона в Турции. На тренировочном сборе наша команда провела еще два контрольных матча. С румынским клубом «Пучуаса» наши сыграли в ничью 0-0. А затем пермики оказались сильнее коллектива «Каспий» из Казахстана. Единственный мяч, ставший победным, на 21-й минуте встречи записал на свой счет «Субботин». Напомню, что этот тренировочный сбор в Турции у «Звезды» продлится до 22 февраля. В завершении о пейнтболе в Перми прошел открытый чемпионат Приволжского федерального округа. Играли в формате 3 на 3. Выступили 25 сильнейших команд из разных регионов по Волжье, а также из-за его пределов. Прикамский файтер «Про Шар» в первом дивизионе праздновал успех. На втором месте столичный коллектив «Рэд Шторм». Тройку призеров замкнула атака из Тюмени. А во втором дивизионе золото взяли пейнтболисты из Ульяновска. Вторыми стали казанцы. На третьем команда из набережных Челнов. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.